Получайте удовольствие от своей работы. Он говорит, ни в коем мере. Он говорит, я еще и футбол не люблю. Ребята, вот в чем разница между нашими нападающими и ихними. Реклама не прокатила. 5 минут реклама на первом канале очень дорого стоит. Не хватило денег. Если бы не они, не эти парни, хер бы вы отыгрались. Так играть это не пойдет вообще ни в какое русло. Что, ребята, короче, сейчас с полчетвертого мы подошли, нашли вроде вход, как заходить сюда. Сейчас с полчетвертого, с четырех только начнет запускать людей. Наши рюкзаки померила. Размеры должны быть 40 на 40. Тогда как бы камеру хранения не надо будет сдавать их. Вроде проходят по стандартам у ЕФА. Сейчас, короче, мы вот здесь вот зашли, где как входить. Сейчас пойдем кафешку найдем, чуть-чуть еще, наверное, покушаем, посидим. И если сейчас с полчетвертого, ну, через часик будем уже где-то здесь подходить. То есть еще сейчас часик где-нибудь посидим в кафе. Может, полтора, да? Полтора часика. Сейчас его еще надо найти, во-первых. А вон отсюда вижу американские горки, он катается. Сочи парк, наверное, дальше. Короче, все очень тут запутано. И хрен, если не знаешь, что хрен найдешь. А может, ты нужна КМС-ом быть по ходьбе, чтобы ходить. Да, да, да. У меня уже ноги болят, колени не стоят. С той и с той стороны уже, со всех сторон колени болят. Старею, ребята, старею. Что, короче, мы шли, шли, наконец пришли. Нашли ближайший от стадиона Фишт гастро-паб Лапунто. Два ГИС, говорит, что там средний чек 700 рублей. Ну, нормальный, в принципе, чек, если... Ну, в остальные полтора рубля. Да, в остальные полтора рубля. Здесь 700. Сейчас посмотрим, что там по ценам, что там вообще есть. Что это за чудо техники. Короче, здесь все занято. Мы сказали, что в шестой ночи только будем на столике. Все занято. Я не знаю, откуда идти пожрать. Что-то вообще близко не видно, где кафе еще есть. Все очень как-то хреново сделано. Мало очень кафешек и мало всяких таких. Да какой такси? А может даже Макдональдс. Далеко Макдональдс? Нас таксист привез, вначале просил 300 рублей. Мы его уболтали за 200 рублей. Уже прям рядом, рядом, рядом с границей с Абхазией. Как он сказал? Как это он сказал? Деревня? Колхоз, совхоз какой-то. Тут очень много кафешек всяких. Да, чебуреки, макбуреки. Мы сейчас тут покушаем. Я думаю, не очень дорого, чем ближе к стадиону. Вот. И потом будем уже выдвигаться. Еще, в принципе, до игры. Три часа. Нормально еще. Короче, ребята, здесь в кафешке показывают по Матч ТВ. Что там? Бельгия, Россия. На чемпионате мира. Четыре-три, когда наши проиграли. Короче, мы взяли здесь шашлык, люля-кебаб, картошку. На тысячу рублей вот это все вышло. Вместе с соусом. Отдельно в магазине... КТ, ты что тут делаешь? Отдельно в магазине взяли чекушку водки. Тут она есть, но ее тут не продают. Вроде как футбол, вроде запретили. Здесь запретили, а в соседнем продуктовом магазине продают. Мы взяли, короче, водочки. Сейчас накатим, покушаем и все. И выдвигаемся на футбик уже. Так что всем приятного аппетита. Что, ребята, два часа до игры. Смотрите, уже сколько народу пробки уже образовали. Смотрите. Покажу вон там. Здесь почему-то меньше, чем вот там народу. Почему, непонятно. Ребята, смотрите, тут как металлоискатели, как в аэропорту. Прям все серьезно, смотрите, как проверяют. Сейчас заставят ремни снимать и разбываться. А то мы сейчас пронесем какую-нибудь бомбу, наверное. Динамо Москва. Что, ребята, короче, прошли мы еле-еле. Ну, не то, что еле-еле, но долго очень шмонали. Прям как будто на зону. Я спросил у него, у этого, кто наш шмонал. Говорю, вы получаете удовольствие от своей работы? Он говорит, ни в коей мере. Он говорит, я еще и футбол не люблю. Я, говорит, под камерами. А вот смотрите, кубанцы идут, вон, желтенькие. И я рупер. Да. Это самое. Очень прям шмонал. Так, как будто мы на зону куда-то проходим. А что-то это самое. Прям очень тщательно. Не очень приятно, если честно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сектор? Сектор приз на барабане. А, да? А что, не надо ничего там пикать? Проходим на футбол. Обстановочка. Ну, уже людей достаточно много, смотрите. Еще полтора часа до игры. Уже люди подтягиваются. Обещаются, как обещают, полный стадион. Аншлаг. Посмотрим. Смотрите, какой швеллер здоровый. Что он держит крышу, наверное. Вообще, пипец какой. А вот, смотрите, какой вид открывается. О, красота-то какая. Лепота. Море 200 метров. Вот там у нас Абхазия. Сочи парк. Ну, пока не войдем внутрь, я не скажу. Нравится мне стадион, не нравится. Ну, так, снаружи красиво выглядит. Вон, Виталик пробует свои первые шаги в ютубер-блогерстве. Я буду делать первые шаги в ютубер-блогерстве. Ездить на всякие моря. Буду еще лазить на горы всякие. На крыши. Это все для вас. Пожалуйста, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Это все для вас. Пока. Как два дурака друг друга снимаем на камеру. Вот наш, вот наш ход. Смотрите, ребята, как тут, какой вид открывается. Смотрим, ребята, смотрите. Красота. Спасибо. Ребят, ну что, у меня есть с чем сравнить. Есть с чем сравнить. Ну, даже я бы сказал, это на велодром на Марсельский похож. Там сектор, там еще сектор. Блин, ну круто, круто. Крутой стадион, я бы сказал. Сейчас мне надо баннера, наверное, свои повесить. Для начала. А куда их повесить, только надо посмотреть. Сейчас посмотрим, что за перс. Трибуна Юг приготовила. Не, стадион мне очень нравится, хороший. Четкий, прям велодром точь-точь напоминает. Ребят, ну что хочу сказать. Специально брали билеты именно на эту трибуну, потому что я рассчитал, Виталику сказал, что возьми именно на вот эту трибуну, потому что трансляция будет идти с той стороны, по идее. Ну и мои тряпки, мои флаги должны попасть в трансляцию. Ну, смысл такой, как бы, хоть как-то выделиться, хоть как-то попасть. Вот, ну, конечно, хотелось бы сейчас с фанатами сидеть вот на той трибуне, там, скорее всего, будут фанатёв все сидеть. Вот, смотри, зенитовские что-то раскладывают флаги. Посмотрим. Шуза должна быть хорошая, по идее. Будем её отсюда поддерживать. Ну, много, много-много местных, много с дудками вот эта всё. Колхазня вот эта сидит, конечно. Уже дудят в дудке. Не без этого, конечно. Они же хорошего футбола никогда не видели. Не, ну, стадион, я ещё раз повторюсь, уже третий раз. Вам классный стадион, прям чёткий. Мне очень нравится. Краснодар, мне кажется, отдыхает. Не, ну, Краснодар, конечно, свои, плюсы-минусы. Ну, хороший стадиончик. Пушка, пушка. Очень впечатляет вот эти вот фермы. Да, да, да. Толщина их, какой-то масштаб. И прямо она чётко, фермы прям чётко. Дождь никакой вообще не помеха будет. Ну, там, конечно, те трибуны будут немножко под дождём, если он будет. Ну, и фанатские трибуны. Но всё равно вид отовсюду вообще замечательный. Прям видно чётко. Хороший стадион. Опять Акинфея в составе. Мог бы и Белинова уже поставить. Ребят, если вот этот состав в сборной Бельгии мы не обыграем, то я не знаю ещё, кого можно обыграть. Даже Витцарь в запасе вместе с Лукаку, Мукаку. То есть вообще никого не знаю, кто там играет. Если их не обыграл, то вообще, я не знаю, заканчивать им надо с футболом, в принципе. Ну, надо уступать своё место на чемпионате мира какого-нибудь другого. Включить государственной библии российской принятии. Безрусом, Беларусь, 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 Беларусь. Беларусь, Беларусь, Беларусь. Беларусь, 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 Беларусь. Ну что, первый был достаточно неплохой. И растяжки растянули, клашки растянули. Я думал, будет хуже. И парни сделали хорошую панорамму, тряпку хорошую нарисовали. Прикольно, купа не подкачала. Теперь слово за сборной. Поднимаюсь на своё место. Люди подтягиваются, да, но ещё пока процентов на 80 за полный стадион. Те сектора очень опасные, их вообще не нет. За его взгляд, экстремальные. Да, экстремальные сектора их вообще не открывали. Там только экстремальный оператор стоит, снимает. Честно говоря, не так всё тут дружно, не так прям организованно. Нет, я сказал только что, ребята, на камеру, что думал, будет хуже. Так, подняли вроде эти флешки, как плашки. Нормально смотрелось вроде как. Пойдёт нормально. Не опозорились. Александр Самедов. Подача на ближнюю штангу. Здесь справляются бельгийцы. Моменты, гол! 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 Третья минута. Ребята, ну я хочу сказать, что Акустика, конечно, тут не очень хорошая. В охране есть кто из каких-то стадионов, не будем говорить каких. С Крестодаром, с Крестодаром. С Екатеринодаром. Вор на Бельгии забил, правда, ой, как легко, ой, как легко. Бентакин ушел в пенальти. Время, пенальти. Я не снял пенальти, но сейчас сниму именно сам исполнение удара. На решение. На решение? Да. Уже замена у нас. Загоев, а товарищи в тех сколько? Загоева обвиняют. Что, опять рецидив старой травмы, что ли? Ну, ёпы, РСТ, Алантик, Алантик. А сколько замен, 5, да? Не знаю, как договорят. Матч пропустил, выходит Аздоев, но Миралев сбьет и все-таки... Ой-ой-ой, прям под собой. Вау! Вау! Ну что-что, а жители Сочи волну умеют делать и знают толп в ней, да? Пока игра ни о чем, если честно. Волна лучшая. Волна лучшая в этой игре пока. Пока парни в желтых майках, и волна это лучшее, что было сегодня. О-о-о! Фонарики на втором месте после волны, смотрите. А ночкой темная пора звенят. Фонарики о нам гуляют, а пока горят. Фонарики горят, фонарики и слов не говорят. Идем к беседке, а потом до фонаря. Ребят, ну если бы матч состоялся только из трех минут, наши бы стали бы чемпионами мира сразу. А вот после четвертой минуты уже тяжело им сопротивляться. Фоке встречает Полоза. Посмелее бы идти вперед. Камбаров. Хорошо, Канунников. Ну как же так, не попасть по мячу из такой хорошей практически голевой ситуации. Хорошая комбинация. Еще по мячу научились бы попадать, да? Самая малость осталась по мячу. Забил, проиграли три, четыре. Подача, удар и... Ребята, честно, не смотрел даже сейчас на футбол и поэтому не снял момент. 2-1, горим. Мой счет уже не оправдался. И этот голый я сейчас вставлю в видео. Я тоже не снимал. Юлия, наверное, сможет сыграть. Подача. 1-3. Опять бенки. Опять бенки. Ну что ж ты будешь с ними делать, а? Как в Краснодаре, так и в Сочи под свист трибуны уходят на перерыв. Жесть. Игра ни о чем. У меня игра хорошая, но наша ни о чем. Бельгийцы тоже ничего такого не показывают. Три удара, три гола. Пипец. Что, выходят трупики с поникшей головой на второй тайм. Обреченные, видно. Видно, шубы. Ну, со сдрюченными, но это им не поможет. Обреченные. Ну, поменяю Жакенфеева, выпусти Белинова. Вместо Канунникова Бухара вышло. Еще одно бревно вышло. Попадай, попадай. Свои ворота. Сейчас перерыва теперь будет полчаса возвращаться на свои места. Местные аборигены сочинские. Налетели на эту Кока-Колу, как будто ни разу не видели. О, Кенфеев. Какое чудо. Не видаль, а Кенфеев. Это Головин постарался. Миранчуха и сам идет по центру. Бухараф и забить можно второй. Да, 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 да. Ребята, баннер повесили, какой-то отель прорекламировали. По первому каналу хотят засветиться. Как Диана Шурыгина. Молодцы. Маркетологи от Бога. Ребята, вот в чем разница между нашими нападающими и ихними. Только момент этот сразу бьет. Наши начинают там что-то мудрить, катить куда-то, непонятно, басы давать. Вот в чем разница. Поэтому вот что-то на табле или на табло. 88-я минута. Деревянный Бухаров, деревянный. Если сейчас стеклянный, оловянный, вот деревянный. Россия! 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 Реклама не прокатила. 5 минут реклама на первом канале очень дорого стоит. Не хватило денег. Людям она ничего не устала. Да. Бесплатно. Выглядит. Смотрите, какая ошибка. И Бухаров. Бухаров нет. Даша, просто нет. Даша говорил деревянный. Блядь, деревянный. Вот это моментище. Ело мое. Сами себе привезли, правда? По-моему, здесь был в сговоре вратарь сборной Бельгии. Договорились на ничью. Вот, забейте третий ничья. Бейте, пожалуйста. Открытие стадиона. Товарищская игра. Те, что надо? 300 тысяч евро заплатили. Нормально. Смотрите, как бяч летит. И еще раз Бухаров. И еще раз Бухаров. И гол. И гол. И гол. И гол. И еще раз Бухаров. И еще раз Бухаров. И еще раз Бухаров. Молодец. Белинов мог бы подойти поближе к фанатам нашим, поприветствовать их Я понимаю, не играл обидно, но подойди, Сань, свои же поддерживали свою игру Если бы не они, не эти парни, хер бы вы отыгрались Ребята, смотрите, какой ночной Адлер красивый И смотрите, какие пробки оттуда идут Нам в ту сторону ехать как раз Сейчас чувствую, что в самую жопу попадем Сейчас будем только выбираться отсюда Вообще довольные выходят, в принципе Сейчас мы поговорим, сейчас немножко рассосется, народ, мы поговорим об игре ЖД вокзал находится за Сочи парком Сочи парк где? Так, ну что, ребята, чуть-чуть отошли уже от стадиона Вот он у нас справа остался Там, слышите, кубанский казачий хор для кого-то поет непонятно для кого, бедных морозит Поделимся впечатлениями об игре? Он замерзся вообще, но оно того стоило Рассказу понравилось? Да, ну что, видите, мой прогноз почти сбылся Так нас тоже почти один-один говорили Ну я чуть в большую сторону сказал 3-2-2, да? Ну, видите, мы как почти угадали Что, впечатления, эмоции какие? Да, ништяк сыграли, вот это они показали нормально Не, я хочу сказать, что стадион неплохой Болельщики болели тоже неплохо Но это все такое, это не отлично Это на четверку Это он с натягом такой, но не тверда Это во-первых Во-вторых, я хотел сказать, что я не сильно рад ничьей на самом деле Потому что мне даже в какой-то мере хотелось, чтобы мы проиграли для того, чтобы произошли какие-то перемены Так играть, это не пойдет вообще ни в какое русло Это хоть и ничья, но она натянутая Вот что хотел сказать Ну да, хорошо сказал Я тоже во многом присоединяюсь к Виталику Во-первых, атмосфера Атмосферу спасибо парням с трибуны Юг, которые атмосферу создали Им во втором тайме активно помогали какие-то мальчики из какой-то футбольной школы Или из нескольких футбольных школ Очень прям активно они заряжали И чуть ли не они главные виновники, то, что наши сравняли счет Первый тайм вообще говнофутбол Второй тайм, мне кажется, просто не наши прибавили, а бельгийцы сбавили обороты И как бы 3-2 и уже 3-3 возможно на каких-то эмоциях сравняли счет Бухаров там молодец, хотя свои слова обратно не заберу На то, что он деревянный молодец В начале момент не забил там Ну как бы там сложно было достаточно забить Чуть-чуть подкрути меня, если попади вообще герой Но через минуту он исправился Все, красавчик Стадион неплохой Ну, неплохой стадион Он мне вот чем-то велодром марсельский напоминает Акустика тоже неплохая Вот Очень даже неплохо мы в втором тайме сели Прям на первые ряды второго яруса Прям хорошо все было видно, отлично Банера развесили Так что я доволен, в принципе Как мы на данную минуту, как мы съездили Еще же мы не приехали Поэтому я еще не прощаюсь Продолжаем пока наше путешествие Сейчас путешествие до МОДА Ребята, пятерочка выручает Я надеюсь, у нас пять минут есть До закона без пяти девять Короче Что, реально пятерочка выручила Успели Я первым делом водку схватил А потом побежал за пивом А на пиво уже не успел В это время Виталик взял пиво себе Ну, короче, мы поделимся Он мне пиво, а я ему водки Да? Нет? Мы в одну посуду все это нанем Да, да, да В один желудок Все, короче, мы выезжаем Уже пробка потихонечку рассасывается как раз Как было раньше проще, да, с этим? С этим законом, блин Ну, может, с одной стороны правильно Ладно, мы сейчас это обсуждать не будем Все, погнали Сейчас уже почти час ночи Заехали опять на ту же заправку Где были утром Где кушали, пили На лукой вот этот Вот, что хочу сказать Пацаны сидят Точнее, лежат, сидят Спят в машине Я попытался это сделать Но не могу У меня привычка такая Нет привычки Не могу заснуть Короче Когда машина едет Пытался там что-то Гремал Но водитель Как и сделает Какое-нибудь ускорение Сразу же просыпался Короче говоря Не могу уснуть Сейчас что-нибудь Если тут покушать Можно будет взять Возьму Закусываю Под водочку И буду потихонечку Ее Цедить Вот Как бы сосиски Продавались Больше полбутия Конечно Осталось ехать Скоро будем дома Мокренький Мокренький Уже сделала мокрый Буду пить водку Погнали дальше Давай Ветон Все Давайте Счастливо Я дома Ровно Ровно 24 часа Прошло с того момента Как я Подорвался На выезд То есть у меня Будильник звенел Пол четвертого Как сейчас Ровно Сутки У нас ушло На все эти приключения Ну что сказать Во-первых Я уже Минуте на 55 Уже хотел Если честно Оказаться Сейчас Я окажусь По стельке Теплой Устали Очень уже Уже хотелось Тем более Счет был 3-1 Хотелось Уже быстрее Закончился Чтоб этот матч И это самое Домой Дорога Конечно Была Такая Нормальная С одной стороны Но блин Уже такие Уставшие С другой стороны Тяжело Когда мы ее Перенесли Но слава богу Приехали Все хорошо По игре Я уже В принципе Высказывался Игра была Ровна Играла Наша команда Вот С полудублирующим Бельгийским составом Спасибо Что посмотрели Видео Поставьте Большой палец Вверх Кто не подписан Подпишитесь На канал И все Ребята Всем спасибо Все свободны Всем удачи Пока Субтитры